Мы начинали с Ковышка. Тут вообще ничего не было. Так о своей даче рядом с новой сосновкой рассказывает Вера Евдокимова. Вместе с внуком она живет здесь целое лето, держит огород. Во время публичных слушаний выяснилось, участки под угрозой сноса. Я понимаю, что дорога, возможно, это и надо. Но надо найти такой путь, чтобы наименьшее было. На благо людей. Чтобы людей не затраивали. Вот по этой так называемой зоне 430 территории аварийной посадки самолетов и пойдет теперь дорога через новую сосновку по согласованию с КАПО. Она заденет также часть садовых участков и леса. Но за свои дома жители сосновки и карьеры уже могут не беспокоиться. Это результат того, что свои дома они защищали на каждых слушаниях с конца мая. По-моему, это хорошее решение. И жители будут очень этому положительно относиться. А вот дачники, которые неожиданно узнали, что дорогу перекинули на их территорию, теперь не знают, что делать. Сосновка. Они в феврале месяце уже узнали, что там будет проходить дорога. И они имели возможность в феврале месяце бороться. За свое на 13 публичных слушаниях поборолись больше 4200 человек. А сами встречи длились по 5-7 часов. Подводя итоги кампании, главный архитектор города сообщила об основных моментах. Оказалось, слушания изменили многое. Так, в Нагорном, по предложениям жителей, дорогу решили построить по схеме нынешнего генплана. А в Больших Клыках изменения еще круче. Вместо, скажем, 50 домов, как в генеральном плане, предполагался снос 8 домов. Но в связи с тем, что жители нам не поверили, не захотели принять это предложение, от этой дороги отказались. Дорога идет по домам людей. Много вопросов было и о проезде в Салмачах. В итоге дорогу перепроектируют, минимально затрагивая жилье. Но зону запрета строительства, связанную с близостью газопровода, никак не уберешь. Для улицы Гаврилова, выслушав активистов, заложили более щадящую застройку, сохраняя больше зелени. Более 3000 предложений от неравнодушных наших жителей обязательно нужно проанализировать. Самые лучшие из них должны быть претворены в жизнь. План, рассмотренный на публичных слушаниях, лишь рабочая версия. После всех доработок итоговый документ опубликуют к концу года. Леонид Анатольевна, Андрес Нитальцев, СНВ, Казань.